Музыка Наша недельная глава называется Насо. Это опять же речь идет об исчислении. И эта недельная глава начинается с того, что Моисей завершает исчисление левитов по их поколениям и дает им окончательное поручение, какие участки работы в скине и собрании по переноске ее должны они иметь. На этом вот этот вот участок, вот этот сегмент книги, где речь идет о списках, то есть третий такой, мы говорили об этом в прошлой недельной главе, третий вот такой стиль, который используется в пятикнижье, можно так сказать, самый такой сложный для понимания стиль, где просто идут списки. Он не столько сложный для понимания, сколько может быть сложный для чтения, вот эти прочтения всех имен, всех деталей, всех подробностей. Но опять нам книга чисел переходит от стиля списков к стилю законодательному. И здесь у нас два очень важных закона. В шестой главе речь идет о назарействе. Это был особый обет, когда мужчина не из колена левийно желал служить Господу, желал обучиться, читать закон Божий, помогать в чтении этого закона Божьего, в изучении этого закона. Такая возможность была предоставлена. И все, что Назарей не мог делать, он не мог выполнять ритуалы во святилище, такие, как делал священник. И он не мог выполнять непосредственно каких-то работ, которые выполняли кланы из колена левийно, ибо все было расписано. Но, тем не менее, Господь открывает возможность для людей не из колена левийно служить Господу. И выполнять функции служителей, но не ритуальный. Почему так? Дело в том, что, особенно тогда, когда святилище уже окажется на территории земли израильской, столь интенсивного труда по его переноске и установке уже не будет. И когда окажется, что священников становится больше и больше, ведь, естественно, клан Аарона, он же умножается тоже. В конце концов, во времена Давида будет ситуация, когда священники просто служат во святилище по очереди. И уже при Давиде было установлено 24 череды. Это означало, что ритуальной функцией священник выполняет только две недели в году. Что же он делает все остальное это время, когда у левита, в общем-то, нет никакого участка земли, чтобы им что-то себе выращивать или трудиться? Вот в этом заключается особый план Божий, который мы с вами читали, изучая прошлые недельные главы книги Левит, 10 глава, где Бог говорит сынам Аарона, и говоря им, что вы должны научать народ земли закону Божьему. Естественно, с увеличением количества священников увеличивается и количество населения. Поэтому в народе Божьем всегда была потребность в людях, которые бы были грамотными, могли судить, могли изучать и научать других закону Божьему. Вот такой был Господний план. Но мы видим здесь, как этот план осуществляется, и Гафтара, которую предлагает нам, это книга Судей, 13 глава, где речь идет о Самсоне, который посвятил себя обету Назарейства и стал судьей Израиля. И был судьей Израиля на протяжении ряда лет. Вот это для нас один из таких примеров наглядных того, как вопрос Назарейства и как обет Назарейства работал. То есть человек, посвятивший себя Господу, вот такой, как Самсон, мог, в общем-то, и быть, и занимать высший пост в государстве Израиль. Есть, конечно, и с термином Назарей, на иврите Назир, одна такая небольшая ошибка, которую часто допускают при чтении Нового Завета. Мы видим в Евангелии от Матфея В 2 главе, когда Иисус после смерти Ирода возвращается в Назарет, сказано, что согласно пророку он наречется, согласно слов пророка, он наречется Назареем. Евангелие от Матфея, 2 глава и 23 текст. И, естественно, возникает вопрос, неужели Иисус был Назареем? И тогда какой пророк предсказывал, что Иисусу надлежит стать Назареем? Речь здесь идет о двух похожих словах, которые, разница в произношении, которых слышна в русском языке, но в греческом языке она пропадает, потому что в греческом языке нет звука С. Поэтому все слова, которые на иврите имеют букву ЦАДЭ, они на греческий язык передаются буквой ЗЭТА. И отсюда возникает некоторая путаница. Есть два слова, которые схожи между собой. Слово НАЗИР – это Назарей, и слово НЕЦЕР, что означает отрасль. Город Назарет, как мы это берем с греческого, он на самом деле звучит как НАЦЕРЕТ. Это как раз город, где выращивается много винограда, а НЕЦЕР – это росток виноградной лозы. Поэтому речь здесь, конечно же, идет о книге пророка Исаии, 11 глава, где предсказывается, что и придет ветвь от корня Есеева. Говоря о Назарее и обете Назарейства, это одна из таких частей нашей недельной главы, очень важная. Мы видим здесь, опять идут законы. Невозможно упомянуть и другую, невозможно не упомянуть и другую главу книги чисел, книга чисел пятая глава. Ибо она содержит весьма странный, на наш взгляд, закон. Действительно, без понимания той культуры, без понимания быта и уклада жителей Ближнего Востока, без внимательного рассмотрения тех законов, которые мы здесь видим, многие вещи кажутся нам в определенной степени странными. И поэтому Назарей должен воздерживаться от употребления винограда. Естественно, мы понимаем, что в то время не было сахара, а плод винограда считался единственной такой хорошей, популярной сладостью, которую все ждали, и урожай винограда, поэтому был большой радостью в израильском народе. Точно так же и здесь. Пятая глава. Это уже немножко другой закон. Закон очень сложный, но очень важный. Одиннадцатый текст. Объяви сынам Израилевым и скажи, если изменит кому жена, и нарушит верность к нему, и приспит кто с нею, и зальет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Мы видим вот такую преамбулу. Вот в этой преамбуле очень много может быть странного, но очень важного материала. Мы видим здесь, как Господь начинает уделять внимание личным этическим проблемам в семье. И перед нами интересная ситуация. Ситуация, при которой муж начинает ревновать свою жену, ища явно определенного повода. Что эта ситуация означает? Дело в том, что, согласно пониманию мудрецов, любой развод, который имеет место на Ближнем Востоке, и такая ситуация действительно имела место, требовал от мужа, который желал развести с женой, выплаты серьезной компенсации. Это было не только иудейское понимание. Даже на Ближнем Востоке, в Вавилоне, в частности, если посмотреть семейное законодательство, если посмотреть документы, брачные контракты, то мы видим, что отец невесты очень серьезно накладывал штрафные санкции, если муж захочет, например, взять себе вторую жену или захочет развестись. Мы знаем о случаях, когда попытка развестись, попытка мужа развестись с женой определенным образом вела этого мужа к банкротству. Единственное, конечно, здесь очень интересный конкретный язык, язык, который якобы уличает женщину в прелюбодеянии, а мужчину как бы никаким образом не связывает. И это, к сожалению, зачастую понимается превратно даже в иудейском законодательстве. На основании этого текста в иудаизме понимается, что прелюбодеяние – это преступление, которое исключительно делается женщиной, а мужчина, он якобы не прелюбодействует. Ну, если он переспит с кем-то другим, то там используется другой термин. Мы видим, как закон Божий очень конкретно говорит «не прелюбодействуй», а в втором лице на иврите, здесь «не прелюбодействуй» – это глагол второго лица, и на русском языке непонятно, какого он рода, потому что нету рода у второго лица. На иврите есть. Так вот, там очень четко написано «лё тин ов» – мужской род, то есть «не прелюбодействуй» – заповедь записана в мужском роде. В чем здесь дело в книге чисел пятая глава? Речь здесь не идет о том, прелюбодействует жена или нет. Речь идет о том, что женщина является определенным образом уязвима, потому что в контексте древнего ближневосточного судебного законодательства она не представляет себя в суде. Ее представляет либо муж, либо ее отец, либо ее брат. И это мы увидим чуть позже, в конце книги чисел, когда будем разбирать историю с дочерями Салпада. Но вот в этой ситуации законодательство не концентрируется на том, что женщина прелюбодейная должна быть наказана, а концентрируется на том, чтобы защитить женщину от необоснованных попыток мужа найти в ней вину и развестись, не выплачивая ей ничего. Почему я об этом говорю? Мы будем сталкиваться с этими законами, и перед нами сейчас немножко другая форма законов. Если до этого мы читали с вами законы, формулированные прямо, напрямую, или аподектическим методом, то есть не прелюбодействуй, не убивай, не внимай службу с чужому слуху, не суди превратно, то есть идет конкретное указание, что делать и что не делать. То, начиная с книги чисел, а особенно когда мы коснемся книги второзакония, все законы формулируются казуистическим методом. Казуистический метод подразумевает наличие «если» и «то». Естественно, когда происходит «если», у нас просто описывается ситуация, а уже законодательство формируется в части «то». И вот перед нами как раз первый казуистический закон Торы, который мы читаем. «Если», и у нас здесь есть два «если». Первый случай – если так имела место супружеская измена. И второй случай – если супружеская измена не имела места. Но в обоих случаях на муже дух ревности. Многие комментаторы, я уже говорил об этом, говорят о том, что в данном случае это попытка у мужа найти повод развестись со своей женой, не выплачивая штрафных санкций своему тестью или же другим членам семьи жены. Что тогда делает нам Пятикнижие? Что делает Моисей? Что заповедует Господь? В отличие от древних ближневосточных законодательств, где фактически нет никакой защиты, мы поговорим и сравним с законом Хамурати, происходит прямо противоположное. Что написано в 15 главе? 15 текст 5 главы – пусть приведет к священнику. Муж – жену свою и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елей, не кладет ливана, потому что это приношение ревнования. Вы видите, как Господь хочет, чтобы решалась семейная проблема. От государственных взаимоотношений, от судебных законов постепенно-постепенно мы переходим к вопросам личных семейных взаимоотношений, которые, мы видим, не решаются в судебном порядке. Идите к священнику, идите к Богу и приносите жертвоприношение. А дальше священник делает весьма необычную вещь. Он берет глиняный сосуд, кладет в этот сосуд земли из полоскини и говорит, что ж, если ты выпьешь эту воду, и никакого закона не было нарушено, и никакой супружеской неверности не имело места, эта вода тебе ничего не сделает. Но если ты выпьешь и получишь то, что записано там в проклятии, ну тогда на то она и проблема. Что этот закон делает? Несмотря на свою странность, этот закон намного прогрессивнее, нежели закон Хамурапи, например, известный бридневосточный вавилонский закон, согласно которому ревнивый муж имел право сбросить жену в речку, и если жена не утонет, значит, она не виновата. В данном случае закон защищает женщину от необоснованных попыток выставить ее на улицу без ничего. Если ты хочешь обвинить свою жену, то проклятия Божьи должны оправдаться. А если проклятия Божьи не оправдались, то тогда извини, но все видят, что ты неизвестно, чего ищешь, и неизвестно, что пытаешься делать. Естественно, подобные законы, они рассчитаны прежде всего, что муж подумает дважды или трижды, прежде чем это сделать. Ибо неисполнение проклятий, которое, естественно, будет иметь место, если его ревность не имеет под собой основания, сразу же сделает его поведение публично известным. Вот почему для нашего исследования Нового Завета мы взяли историю, которая очень часто тоже неверно понимается в Новом Завете. Это история, записанная в Евангелии от Иоанна, восьмая глава, где речь идет о женщине, которую взяли в прелюбодеянии. Естественно, фарисеи пытаются подставить Иисуса, сказав, что почему, дескать, что надо с этой женщиной делать, побить ее камнями или нет. Естественно, Иисус знает закон в старозаконе, что побивать камнями надо обоих. А здесь одна женщина. Вторая проблема, связанная с этим, эта женщина явно не блудница, потому что она взята с прелюбодеянием. Прелюбодеяние подразумевает супружескую измену. И вот этот закон, вот это повествование невозможно понять без того, чтобы знать определенные фарисейские постановления, как понимание чисел пятой главы этого закона, который называется на иврите «сота», женщина подозреваема, как это воспонимание здесь отражается. Дело в том, что приношение ревнования являлось ключевым моментом во всей этой истории подозрений. человек должен был прийти к Богу с жертвой приношения. Он должен был, даже если туда не вкладывалось ни благовоние, ни возливался елей, но на эту жертву воскладывалась рука. И человек в покаянии должен был исповедать свой грех, прежде чем начинать какие-то действия и исследования, и даже выпивать воду. Все это было отменено фарисеями. Слово «кинуй», которое в книге чисел означает приношение ревнования, приобрело другой смысл. Оно стало... Это слово превратилось из жертвоприношения в предупредительный документ. Это предупреждение должен был официально объявить муж своей жене при свидетелях, если он ее в чем-то подозревал, сказав, что «я предупреждаю тебя, если вот этот и вот этот человек, там ты будешь с ним что-то иметь». И тогда в дело включались фарисеи, которые отслеживали эту женщину. И если, согласно комментарию Раши, эта женщина была замечена в том, что она оказалась в уединенном или закрытом помещении с мужчиной в течение времени, за которое достаточно сварить яйцо, эта женщина подпадала под подозрение. Фарисеи уже тогда не брали ее мужа, а брали ее одну и вели прямо в центральный синодрион к первосвященнику, где первосвященник должен был устроить ей публичный допрос. В результате этого публичного допроса у женщины был только два выбора. Эту женщину ставили на холме перед толпой народа. Первосвященник задавал ей вопрос, «Ты осквернена или нет?» И потом у нее был выбор. Если она говорит, «Да, осквернена», соответственно, она уходила и теряла все, включая детей, не говоря уже о выплате компенсации. Если же она говорила и настаивала на том, что не осквернена первосвященник продолжал трясти ее за плечи до тех пор, пока ее одежда не разрывалась на ней. Вы понимаете, почему Иисус начал писать что-то на песке? Он писал фарисеям, которые из духовного ритуала превратили этот закон в способ удовлетворения собственной похоти. И вот почему эти фарисеи оставили женщину. Вот почему Иисус отпустил ее. Да, она была виновата. Мы, конечно, нигде не видим, что эту женщину звали Мария Магдалина здесь. Непонятно, как эту женщину звали здесь. Никакого намека в Священном Писании на то, что это Мария Магдалина не было. Но Иисус ей видел, что наказание за ее грех не соответствует преступлению, которое она совершила. Бог никогда не желает унизить человека, совершившего грех. Ибо Господь желает только одного – чтобы человек больше не грешил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова